МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС В ЭФЕРЫ БЕЛАРУСЬ ТРЕК ИЛИДАСКОП КУЛЬТУРНЫХ НАВИН НА КАЛЕНДАРЫ 23-ГА КРАСАВЯКА Мы веншуем вас сённяшним сусветным днём книги и у ближайшей квели на вас чакая оповед про адметное культурное падеи. Гэтыми днями у Полоску протягивается 30-й международный фестиваль стародавней и сучасной камерной музыки. До конца красавика у концертной зале Софийского собора выступят артысты из Беларуси, Германии, Италии, Франции, Австрии, Польши и Бразилии. Кожный вечер слухачу шакая новая программа с уникальными музычными номерами. И уже сёння итальянский органист и композитор Элджения Фаджиани представить в беларускай публице сусветную премьеру своего твора. Концерт для органа и камерного оркестра «Сидур». Гонору у першыню выконацтвор выпала камерному оркестру «Юропа-Центр». За органом будет сам аутар Элджения Фаджиани. Жихаровых гостей города Гродно сёння запрашаются на парад иллюзий. А ты маца салоду от коктейлей из музыки, танца у смеху и суда, можно в областным драматичным театры. У программе концерта выступление фокусника Миколая Нардзи, балалайчника Александра Веронишча, вокалисток Дарье Шульгину и Ганны Савицкой, а так само черт лидерского гурта «Арена». Вядучи концерта вядомых родзинский шоумен Яуген Йорж, удельник «Камеди Батл». Самая загадковая беларуская спевачка Юнеш сёння выступит у Брестя с юбилейной концертной программой «Икс». Юнеш – переможцей лаурат международных фестивалей и конкурса владельница высокой державной узнагароды медаля Франциска Скарыны. Гэтым вечером же коровы гостей Бреста чакая яркая малявничая шоу с традиционным для Юнеш сполучэнням европейского стилю и усходняга шарму. Коллектив «Камераты», які смещаю свою музыку, цифальклор, академизм и джаз, выступить с программой «Спаткання» 11 мая у Могилёві. Ваканальницкая манера коллективу заснавана на спевах АКПЛ у сполучэння з электронной апрацовкой голосов и выкарыстанням розных гуковых эффектаў. Гэта голосовых диапазонов вокалистов «Камерата» стварая уражэння выступу целых аркіест разуделам экзотычных инструментаў. Кожна их выступлэння гэта сапраудная театралізаванная представлэння со свежай сценографіей. Што цікавага отбываецца ў сусветной музычной просторы, даведаэмся з наступнага сюжэта. Игі Поп апублэкаваў новы трэк «Эсхол Блюз», які выйдзе на флексі диску 21-го красавіка группы «Джакузі Бойз». При размові з журналістамі Поп прокаментаваў. «Я написав блюзаваю версію, полную адмовны энергії. Слухайця на свой страх і рызыку, а мне було здорово граць блюз». Акустычная компазіція трымалася на сам рэч провакацийной, як і вся творчыць ігі Попа. Астадні артысты, які з'явятся на диску, пакуль неадвешаны. Шараг навінак па паўню «ОТД» – трэця альбом ўкраінськага музыканта Івана Дорна. Запісаны ў Лос-Анджелесі і цалкам, выкананы на англійськай мові. На пытання, чаму Лос-Анджелес, спявак шчыр адказаў. Ну, гэта ж прыкольна паўаць ў Лос-Анджелес і записаць там свай альбом. Будзе што расказаць дзетям. За океан артысты паехалі на огоў без матрыялу, а вернуліся са зборкай соула, фанка, дыска, електронікі, хіп-хопу і джаза, з якімі артыст плануе выіграць гремі. Кендрэк Ламар выпустіў таксамы нова альбом, прананцаваўшы яго ўсяго за некаркі тыдняў да выходу. Па словах музыканта, пластінка і дамн. Йон нікому нічога не спрабуе даказаць, а просто каже тое, што яму важна зараз. А крамя сольных пісіну, альбомі ёсць колабарація з Рияны і Юту. Зборніка хоплівае в острае соціяльно-політичне темы і адрозніваецца шырастю і адсутнастю цензуры. Засумліну ё ліраку, оригінальны аранжыровкі і надзійнасць музычныя крытыкі называюць дамн альбомам года. Акунацца ў атмасферу таймнічага ўсходу, гарача Іспанія і танццаў на Абрадвее сёння можна маладзёжным театрээстрады. Там адбудзіцца выступлэння маладых амбецёёзных артыстов маладзёжнага театрээстрады «Неба». У каліктыві 35 чалавек в ўзросте ад 10 до 30 гадоў. Яго ўдзельнікі прапануць гэтым вечарам атрамацца саладу ад пісінь, музыкі і танцаў пачас шоу-праграмы «Мы лятаем». Праграма складаецца стыматычных блокав, ў кожным будзі расказана свая гісторэя. Драматычный спектакль фантазію «Варядская жыццё Сальвадора Далі» павудля аутарской пьесы Сергея Янковскага привезлі ў століцу артысты Санкт-Петербурга. Гэта біографічная гісторэя пра жыццё і творчасть выдатнага мастака 20-го стагодзя. Падобны да самога Сальвадора Далі спектакль вельмі разноплановы і шматгранны. У ім ёсць і гумар, і трагеды. У пастановцы заняты ўсяго троя актёров, але на сцене разыгрывацца гісторы з 10-ю дзеячымі асобамі. Сародя кіх персанажы картін, гісторычны асобы і в образы спадсвядомаці Далі. У галовной ролі выступае актёр Сергей Янковскі. Сёні ў Велікім Таатры Беларусі глядачоўчака ўнікальная пастановка «Балетка Ханней Смерць» на музыку палады «Бульбуль Аглы». У аснові балета національна азербаджанскі эпас ўключын ў спіздуховной спадшыны ЮНЕСКО. Але шунікальна гэту пастановку робіць не а толькі філасовскі і метафарычны змест, але і сама музыка. Тут галовными робіцца ударныя рытмі, які я вельмі любіць ў Азербаджане. У балетці нават ёсць некалькі номароў, дзе гучаць выключна ударныя. Гэта вельмі незвычайна для беларускай публікі, яка я не привыклачусь літауры, барабаны, ці тамбурыны ў ансамблі з іншымі інструментамі. Акунуцца ў патєшны міту снюлюбовных прыгод і інтры, хачуць атмосферу парыжскага карнавалу і вядома ад душі пасмяяцца, можна ўжу сёння, калі наведаць аперэту таємны шлюпу дзержаўны музычным театры. Выдатна актрыса і бедны моста кадночы сустреліся, ка абразвітацца. Алі ў іх історі і каханні абаяскова будзі шчаслівы фінал, бо на сцені пануе яє высокастя перэта. А таліканал «Беларусь-3» пачаў з дымкі новага праэкта «Майстэрня. Партрэт аднага мастака». Гэта цыкл тэлэвізійных фільма ў кожны з яких уявляе сабой партрэт сучаснага мастака. Длі дачы пазнаёмяцца не толькі з творчастю беларускіх майстроў, а лі з іх ісабістым жыццём, з шляхамі да поспіху і прызнання. З історі імі стварэння іх самыў знакавых работ, а так сама пабываць ў свята святых кожных атворцы, ў майстэрні, куды звычайна не пускают сторонніх, дзі ўласна і нараджаюцца шэдэвры. Прем'єра праэкта заплэнавана на канец мая. А зараз пазнаёмімся с культурными падзіями, які адбываюцца ў свеці. Пра тюльпановыя палі ў Нидерландах чулі многі. Зараз жа першыя падобная палі з'явілася і ў Італіі. Двое нидерландцаў высадзіли тюльпаны ў невялікім мястэшку побач з Міланам. Зараз гэта адну з самых популярных місццаў для адпачынку. Такое палі ў Італі з'явілася ў першыню. Чырвоны, ружовы, белы, чырвоны, фіолетовы і ярка жоўты. Усягу більш за 180 гатункаў. Мы захацелі створыць самымае счастливае місцца для людзей. Нікаторая кажыць, што тут вельмі шмат кветок. І што гэта самымае цудовнае місцца з ўсіх, што яны бачылі. Кветка ве поле адразу стала папулярным. У ваход сюды каштуе трэ ёуры. Гэта кошта дзьвух тюльпанов. Але многі не могуць выстоять і набіраюць цэлые букеты. У агульной складаності на поле расті 250 тыс. кветок. Гэта цвітэння будзе даужыцца тры тыдні. Гэта радыць задавальнення калі атрымлёвача салодат. Разнастайнасті фарбаў, цудовнах кветок. Душа раскрываецца. Тут вакул тюльпаны не бэпынаўся ў Нидерландах. У наступным годзі уладальнікі поле меркуюць высадзіць гатункі, які квітнеюць у розны час. І павялічыць термін цвітэння тюльпанов. Сьогодні у Республіканскім театрі беларускай драматургії паказуваўся неверогодно запальний спектакль «Одвечная песня» про життё наших проткав і становління націоналній самосвядомости. Гэта сучасна беларускай фольк-опера увасобленна на сцене режиссёром Сергеем Кавальчиком по воде твора Янке Купалы. Постановка ваўляє сабой уникальны синтез народных мотэвов і рок-музыки, написанная спеціяльно для спектакля театральным композиторам Тимуром Каліновскім. А вось фірмовымі аранжіровками займаліся сабіста Олег Хаменка і гурт-палац. Аматороў самых прыгожих насякомых ў свєте затікавець выстава ў Музея Природы і Экології з фондовай колекція «Дзівосны свет мотэлькоў». Зразуміло, ў рамках экспозиція немахчымо ўбачыць ўсе 158 тысяч видов мотэлькоў, які жывутся на землі. Алія десяткі зіх, сабраны із ўсіх кутков нашай планеты, працтавліны для наведвальнікаў. Систамэтазаванная паводлі сім'я ўяны демонструць разнастайнаць формы коляроў. Акунісіся ў лєтнєе тяпло разым з живымі кветками наведайці выставы ў Музею Природы і Экології. У Музея Лошыцкая сядзіба разгорнулася выставы беларускай масташкі Юлію Мордваню, каліенда Лошыцкага парку. У експазіціі працтавліна больш за 40 твараў декоративно-пракладного мастацтва габелін, батык, ткацтва, лямец, маляванка, тэкстыльны арт-аб'єкты, а таксама жывапіс. Такая разнастайнаць твараў, гэта вынік 10-гадовай старанной працы і творчага пошуку аутара. Візітной карткой выставы з'являецца габелін Трыптых, лєєнда Лошыцкага парку. Папяровы мост Цябрауцтва, так называецца выставы, вытінанкі адразу двух мастачак міншанкі Алены Шалімы і мастачкі з Вільню Салаймуты Федасеевой, якая зараз ладзіцца ў домі музея Ваньковіча ў беларускай століцы. У своїй творчасті Алена Шалімы звертаецца до темы дойліцтва і мифології, а литовская мастачка Федасеева до свіх робот шукае натхнення ў цудовным свіце народнага мастацтва. На выставі працтавліна работа ў самых розных формах. Гэта і декоративныя панно, і папяровыя ручнікі, і розныя сюжэтныя компазіція. У галерэі Міхаіла Савіцкага разгорнувся выставачны інтерактивны праект «Сустрэча з майстрам», прысвечэны 95-годзю з дня нараджэння Міхаіла Савіцкага. На выставі працтавліна унікальныя живапісныя і графічныя работы, книжныя ілюстрація, фотоматэріялы, документы і асабістыя рэчы мастака з фондовых колекцій музея і історій города Мінска. До таго ж, у вазі глядашоу прапануюця документальный фільм пра Міхаіла Савіцкага, знятый ў 1996-м годзі, а таксамы аудіозапісы одного запошніх інтерв'ю мастака. Документальна експозиція, прожыта для вечності, прамеркованай до 90-х годзі з дня нараджэння беларускага пісьмінніка Олесі Адамовіша, адкрылась ў Мігілівськай обласной бібліотеці Олесі Адамовіша. Тут таксамы можна познайоміться з книгами аутара «Язвогненай вёскі», «Блокадная книга», «Хатынська оповість» і «Карміки». Ешчэ колькі слов прагучны імёны нашай країны. На многих столичних святах радуюць міншан своїми выступліннямі артысты узорного театра дзіцячага мастацтва «Каларык». Вначале театра неазменний Борис Асмоловський, режісёр, поэт-песінник, балітмайстер высшайшай категории. Сьогодні на сцені Палацзу культуру Мінського аутамобільного завода маэстро знашить 50 годів своєю творчай дзійності великім концертом. Борис Александрович, здравствуйте! Телеканал «Беларусь-3» поздравляє вас с юбілеєм творчай дзіць. Так сказать, в паспортному эквиваленті 50 лет некоторые воспринимають как старость, а у вас же 50 лет только успешного творчества. Сколько же вам в душе? Ну, уже 30 где-то. Поэт, сценарист, хореограф, воспитатель талантливой молодёжи. Как правило, каждое отдельное направление требует вдумчивого и сосредоточенного подхода. Вас же хватает на всё. Дело в том, что искусство, когда оно по-настоящему искренне, не можна устоять перед этим. Начинаются белая ночь. И ты печатаешься на машинке, ищешь слова, чтобы первая строчка совпадала с третьей, а вторая с четвёртой, и чтобы окончание было не одна буква, а три-четыре, и чтобы были гласные, чтобы летел звук. Ну, без этого жить нельзя. Вы пишете для детей, молодёжи, для взрослых. Ваши песни исполняют выдающиеся солисты и коллективы. А есть темы в творчестве, которые наиболее близки вам? Абсолютно всё. И джаз, и рок, любая песня, которая в ней есть, сюжет, смысл есть. Любви у меня в концерте будут такие песни, которые просто останавливаются в сердце. Потому что любого слова очень осторожное, очень возвышенное, и в то же время обязательно доиментировавшего вещества много-много. 25 лет назад вы создали удивительный коллектив образцового театра-студии эстрадного искусства «Колорит». И всё-таки растить и воспитывать талантливых детей – это большая ответственность, которая требует множества душевных сил. А как решились на это четверть века назад? Вы знаете, я как-то не думал, что это работа. Это праздник, честно. Это не для красного словца. Они такие все удивительные. Точно хрустальный ручеёк. Он задаёт такие вопросы. Я прихожу домой и думаю, боже мой, мне бы так мыслить, а что-нибудь из движения сделай. Думаешь, боже мой, что я раньше не подсмотрел вот это? Я у них учусь без конца. Вот этой искренности. Дети, они камертоны моего сердца. Это особый материал. А есть ли какой-то универсальный секрет воспитания звёзд? Или к каждому нужен индивидуальный подход? Дом не строится с трубы. Всё начинается с фундамента. Есть хороший фундамент, есть хорошая атмосфера в театре. Если ты начинён искренностью к тем, кто к тебе приходит, то обязательно родится что-то очень вкусное. Вы знаете, нужно, чтобы человек жил глазами, лицом, чтобы он двигался, чтобы он разговаривал с полным залом. Просто вокал не пойдёт. У меня в театре занимается обязательно актёрским мастерством, режиссура номера, режиссура вокала. Вот как только он начинает жить в образе, оправдывая текст и музыку, тогда все скажут, что это очень здорово, тогда это будет всем понятно и интересно. Юбилей вашей творческой деятельности вы отметите большим концертом. Я думаю, что я обязательно постараюсь насладить сердце всех, кто меня знает, и никто не знает тоже. Конечно же, придут мои воспитанники, которые просали в ансамбле танца «Мультик». Много прекрасных людей придёт, которые любят искусство по-настоящему. Я обещаю, что это будет праздник. Спасибо вам большое. И новых вам учеников здоровья и удачи во всём. На сегодня это всё. Глядите калейдоскоп новинкультуры не только на телеканале «Беларусь-3», а и на нашем ютуб-канале в интернете. До встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин